Хамильчанка Ксения Галецкая стала владельницей Гран-при 17-го Международного Дитячого Музычного Конкурса «Витебск-2019». Приемная новина пришла до нас на переддни. За звание переможцы споборничали юные спеваки с 21 краины света. Конкурсанты выконывали песню народной мови и сусветный хит по уластным выборам. Оценивало мастерство международное жюри, в составе якого вядомые музыки, продюсеры и выканавцы. По их словах, выбор был вельми тяжким. Тем не менее, имены переможцев названы. Их спис означаливает наша Ксения, которая, до речи, еще и ведущая программы «Классный час» на канале «Беларусь4 Гомель». А в тем, как проходил конкурс, наступный сюжет. За кулисами детячого конкурса все по-дорослому. Распевки перед выходом на сцену и самые щирые эмоции. Над в образами юных выканавцев проходит целая бригада профессийных стилистов. Кожному дельнику подобрали не полторный, а оригинальный стиль. Отповедности с характером, костюмом и обраной песней. Стараемся, конечно, учесть пожелания самих участников конкурса. Стараемся подчеркнуть их достоинства. В том числе подобрать индивидуально образ каждому. Для того, чтобы все они были не похожи и, конечно же, отличались друг от друга. Мне очень нравится тут. И да, я чувствую себя принцессой, которая прямо попалась сюда. Что год, детячий музычный конкурс на Славянском базаре у Витебску – это яскравое и незабывное шоу. На этот раз режиссеры взяли за основу историю Хатабыча, ауторство – орадженца Витебска Лазара Лагина. Фестиваль дорысь казочные эмоции. У першиню в детячем конкурсе примаю дел Индия. Девятигодовая Лавалина зачаровала у всех не только мощным вокалом, Ясче шиколным костюмом и с чирой усмешкой. Славянский базар – это самый лепший опыт и уражение в моем жизни. Я буду сочить за фестивалем далее. Я люблю Славянский базар в Витебск. Белорусская Ксения Галецкая у перши конкурсный день выступила 18-й. Песня на белорусской мове у сопровожения цимбала выкликала неверогодно теплый прием витебской публики. С хвалеванием перед выступлением Ксения справлялась с допомогой танцев. И на сцене все отрималася. Публика, конечно, очень здоровая, очень теплый прием, несмотря на суровую погоду. Кажется, вроде бы все получилось, но я не знаю, я за собой не следила. Я просто отдавала, как в песне пояться, от души зрителям все эмоции, все движения. Они ждали меня, я ждала их, я пою для них, они меня слушают. Тем часам публика у зале перешептывалася. Ях складана журы будзе выбрать слепших. Усе дети неверогодно талиновитые. Моцный вокал выканауцы з Ирланды. Нумер с национальным колоритом у дельницы з Казахстана. Неверогодно низкие ноты представницы России. У журы дитячого конкурсу лядомые музыканты, продюсеры и выканауцы. На чале шведский спевак и композитор Босан. На Славянском базару в Витебску я не упершиню, да гэтоль судзил дарослый конкурс. Я разумею, что яны еще дети не могут быть абсолютными профессионалами и выступать идеально. Але повинна быть искра в очах. Я буду глядеть на голос и харизму и хочу бачить потенциал. Гэта важно. По умовах дитячого конкурсу журы не агучвая балы. Таму интрига вокальных спаборнства у заховывается да гала концерту. Миноваты наи могут швыть имен и переможцов. Уладальниками третьей прэмии все лето стали Анушка с Грузии и Кира Гагаладзе с России. Другую прэмию поделили Артур с Украины и Анастасия Барбе с Молдовы. Первую прэмию журы просудила Анжелия Албертян с Армении. Гран-при 17-го международного дитячого музыкального конкурса «Витебск-2019» отрымала наша девчонка белорусская Ксения Галецкая. А кроме того журы уручила юным выканауцам специальные прэзы и прэмии. Это было очень-очень тяжело. Это было все очень сложно, но у каждого из вас уже есть дар. Никогда не сдавайтесь. Следуйте своему сердцу и своим мечтам. Хотелось победить, когда мы сюда ехали. Но я больше настраивалась на то, чтобы достойно представить Беларусь, чтобы все думали, Беларусь, ничего себе, сила какая. И тут еще такой радость. Вообще класс. Главное со всеми общаться и просто наслаждаться тем, что ты делаешь, когда ты поешь, когда ты общаешься с конкурсантами. Главное наслаждаться этим, потому что это действительно такое большое, масштабное приключение, на которое стоит съездить. Свой приз «Золотую лиру» Ксения Галецкая тримала на сцене летнего амфитеатра с рук президента Республики Беларусь Александра Лукашенко подчас урочистой церемонии открытия 28-го международного фестиваля мастерства «Славянский базар» у Витебску. Евгений Кухаронак при поддержке телерадио компании Витебск.